Перед сражением участники жмут руки сопернику в знак уважения и начинают атаковать. Во время боя спортсмены ведут себя спокойно и уравновешенно. Самыми эмоциональными оказываются болельщики и тренера. Около 150 участников со всей области соседних регионов приехали получить кубок лучшего борца. Сейчас панкратион, именно так называется это единоборство, активно развивается. Чтобы привлечь молодежь, обучение сделали бесплатным. Все дети участвуют в секциях обучения и тренируются на бесплатной основе. Это фундаментальное правило панкратиона, то что все спортсмены не вкладывают деньги, а именно только занимаются развитием спорта и тренируются, участвуют в соревнованиях. На ковер выходят участники всех возрастов, от начальных классов до зрелых лет. Боевой спорт интересен не только мальчикам. Среди девочек тоже много желающих. Настя занимается единоборствами уже три года. Говорит, это отличный способ научиться защищать себя и давать сдачи. Во время боя настолько увлечена процессом, что отключается от внешнего мира. Я никого не слышу, ничего не слышу, даже когда кричит мой секундант. Ну, страшно, конечно. С правилами разобраться несложно. Практически во всех единоборствах они схожи. Главное – бить, когда стоишь на ногах. Если уже завалил соперника, остается только удушающий прием. Ну, там только в корпус, ноги, ну, голову можно ногой, руками в голову нельзя. А в борьбе там можно удушающие болевые делать. На ноги, на руки. Турнир по панкратиону в Челябинске проходит уже не первый год. Спорт достаточно травмоопасный. Больше всего страдают колени. Впрочем, несмотря на сложности, каждый год в этот вид спорта вовлекается все больше молодежи. Татьяна Лаврова, Юлия Сафронова, Павел Чащин, 31 канал.